Вы что творите-то? Вы на землю льетесь, на землю льетесь, вы понимаете? Ты представляешь, какой это штраф? Да не раз, можно скачать. Да как раз, вы ездите здесь постоянно. Доказательства, от которых еще и сходит пар. Так в индустриальном районе ловят черных осенизаторов. У жителей ближайших поселков уже появился новый водоем. Озеро Фекальное, и оно как заколдованное притягивает к себе осенизаторов. Чтобы дождаться очередную машину, нам не пришлось долго ждать. При виде камеры осенизатор быстро разворачивается, хотя из шланга еще текут нечистоты. Давайте тогда продолжим. Что продолжим? Ну, снимать. Ну, зачем сейчас вы едете, продолжим. Ну, так вы уже начали при нас это делать. Но если все законно. Факт-то слива не сняли. Мы сняли. Развернулся. Сняли там. Развернулся. Там текло. Ничего не текло. Подождите, но если вы говорите, что законно, почему вы тогда говорите, что мы могли не снять это? Дмитрий явно юлит. То он не сливает, то сливает, но чисто свои отходы. Хотя днем ранее он уже был замечен здесь. Наглый, свои сливают. Ничего не стесняйся. Что? Что случилось? Что сливает? Кто сливает? Вы сливает. Ну, где сливаешь? Покажи мне. Совпадение или нет, но у нашего частника и спереди, и сзади не вида номеров. Надо сказать, что это действительно фильтрационные поля. Федеральные земли принадлежат Минсельхозу, но уже давно переданы в пользование Аграрному университету. И только ему. Как нам пояснили в УЗИ, поля не рассчитаны на такой объем нечистот. Поэтому десятки машин, которые ежедневно приезжают сюда, идут на экологическое преступление. Вот сейчас весне, вы увидите, да, сейчас запах-то невыносимый стоит. А весной и летом это будет просто невыносимо. И люди начинают жалобы к нам писать, в Роспотребнадзор, в администрацию. Летом, если приедете, да, комары, мошка. Значит, ну вы сами понимаете, переносчиками чего являются вот эти насекомые. Сегодня в городе есть три официальные точки для слива нечистот. Одна из них принадлежит водоканалу, две других – компания «Экопорт». В компании нам пояснили, что объективно нужно еще несколько точек. Но даже при таких мощностях все разговоры о синизаторах о нерентабельности – ложь. Из 40 машин только в этом районе, к нам ездит около 10 машин. Остальные там 5 машин приезжают раз в месяц для галочки. То место, где вы снимали, еще пару мест здесь, еще вот, о чем я вам сказал. Перекресток, Павловский тракт, Изминогойский тракт за лесополосой. Они предпочитают ездить туда. А для потребителей цена такая же, как те люди, которые добропорядочные, осенизаторские перевозчики, которые привозят к нам. В среднем осенизатор отдает 150 рублей за небольшую цистерну. Одну треть, грубо говоря. Ну, все равно, убыточно, ну, а куда деваться? Приходится. Потому что черная осенизация – это не только неприятный запах. Это и опасные болезнетворные начала. Вирусы не чистятся никакими системами. И вот попало в окружающую среду, все равно окажется где? В воде. А мы можем эту воду вдруг использовать. Поэтому черные осенизаторы на сегодняшний день – неразрешенная проблема. Разрешимая, но неразрешенная в городе Барнауле. И, к сожалению, пока, опять же, администрация города недостаточного внимания уделяет этому вопросу. А пока беспорядочные фекальные озера продолжают множиться. Осенизаторы продолжают слетаться на них, как мухи. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.